Всем привет! Сегодня в Охотник.Инет мы покажем очень быстрый способ заправки PSP-винтовок. У нас есть вот такой компрессор, помещается на ладонь, размером примерно как обычный автомобильный, но разница лишь в том, что им можно заправить винтовку до 300 атмосфер и небольшой баллон. Он работает как от автомобиля, так и от отдельного блока на 220. Сейчас мы будем его подсоединять. В комплекте есть провода с защелками на 12 вольт выход. Ставим шайбочку сверху. Закручиваем. Теперь подсоединяем к аккумулятору. Так, сейчас заведем автомобиль. Теперь берем шланг с двумя выходами на пик. Здесь двусторонние постеры. То есть быстросъемное крепление отжимаем на пружинке, вставляем до конца и фиксируем. Вот здесь тоже фостер. Если у вас штуцер на резьбе или резьбовой переходник непосредственно на саму колбу, то нужно отдельно будет его приобрести. Но у нас тут другой случай. На нашем EVANIXе QUICK. И 100 атмосфер всего осталось в колбе пол-литровой. Мы подсоединяем. Закручиваем стравочный ринт. Вначале мы включаем вентиляторы. Даем им разогнаться. И поехали заправлять. Вот у нас 100 атмосфер сравнялась с тем, что было в гинтовке. Мы сейчас посмотрим, за какое примерно время, без труда и усилий, компрессор сможет заправить такую большую колбу. Вот у нас потребовалось примерно 6-7 минут, для того, чтобы заправить резервуар 500 объемом. Достаточно объемный, большой. Что я могу сказать? Что посередине закачки, где-то на 150-160 атмосферах, компрессор выработал свою условную максимальную температуру. Можно его греть до 65 градусов. Мы не рисковали, мы его нагрели до 60. И дали ему постоять пару минут. Он остыл. И, соответственно, все мы заправили. Это в любом случае быстрее и менее трубозатратно, чем насосом. Сейчас мы устраиваем воздух. Все отсоединили. И можно стрелять. Такие компрессоры можно купить в Охотника Net и не париться с насосами. Вsee. Пока. Продолжение следует...